Среднестатистический Беларусь тратит в день 20,5 рублей. Как проанализировал проект «Наши гроши», жители страны стали тратить больше, чем раньше. И такая тенденция продолжается с начала года. При этом эксперты отмечают, что на фоне инфляции население не спешит доверять средства банком, а большую часть доходов попросту тратит. О чем это говорит и каким должно быть экономическое поведение бережливого беларуса в нынешних условиях? В таких условиях люди чаще всего склонны экономить, что они получают больше денег, когда ходят в магазин, покупают товаров даже меньше, чем это было раньше. Очевидно, когда реально располагаемые доходы падают, то люди больше сосредотачиваются на первых нуждах, то есть больше тратят денег на еду, одежду, ну и собственно говоря, меньше на отдых, развлечения, какие-то культурно-массовые мероприятия и так далее. В таких условиях люди чаще всего склонны экономить с одной стороны, но поскольку доверие к банкам и к белорусской финансовой системе низкое, то, как правило, люди любой излишек белорусских рублей переводят в доллары и прячут под подушку. Есть большая разница между номинальными доходами и реальными располагаемыми, и разница заключается в поправке на инфляцию. То есть если номинальные доходы растут как в долларе, так и в рубле, то реальные располагаемые доходы населения сокращаются. Даже когда реальная зарплата может немножко подрастать, все равно все эти периоды, которые мы вот наблюдаем последние годы, реальные располагаемые доходы падают, а в реальные располагаемые доходы включаются также доходы от предпринимательства, от бизнеса и различные социальные выплаты и платежи вроде пенсии, каких-то пособий и так далее. То есть речь идет о том, что несмотря на то, что цветной бумаги у людей на руках становится больше, в любом пересчете, хоть в долларах, хоть в рублях, купить на эту бумагу люди могут меньше, чем это было ради. Поэтому люди беднеют. Что касается тратить, тут у каждого свой доход и у каждого свой расход. Опять же, если мы посмотрим на то, как изменяются расходы людей, то они, как правило, только лишь догоняют инфляцию, они ее не опережают. То есть говорить о том, что люди стали тратить больше, это не совсем правильно. Повторюсь, люди покупают ровно такую же продуктовую корзину, либо даже скромнее, тратя при этом гораздо больше денег. Но в такие периоды, как сейчас переживает наша страна, понятная разумная тактика для людей – это стараться сберегать деньги в каких-то надежных активах или валютах. К надежным активам можно относить, например, какой-нибудь недвижимость за рубежом, если у кого-то есть сбережение на это. А надежные валюты – это, понятное дело, валюты евро и доллар. Это то, что ближе большинству белорусов. Если удается что-то сэкономить, чаще всего люди переводят эти деньги в наличные евро и доллары. Ну и поскольку доверие к банкам минимальное на сегодняшний день, поскольку вся политическая и экономическая ситуация не добавляет людям уверенности, и поскольку банки вводят все более жесткие драконовские тарифы по валютным депозитам, то понятен выбор людей, они просто складывают эти деньги под подушку на случай каких-то тяжелых времен, что называется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова